Нижне-Тагильские хирурги в этой истории уже вышли победителями. После попытки Демарша вернулись к работе, получив стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе. Им расширят штат. Вдобавок на их сторону встала и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Чтобы разрулить ситуацию, её специально вызвали из отпуска. Сейчас все эти хирурги восстановились. Они никуда не уйдут. Они согласились дальше работать. Это нормальные люди абсолютно и с хорошей корпоративной психологией. Поэтому мы надеемся, что этот пример послужит примером и для многих регионов нашей страны. Что имела в виду министр под фразой «послужит примером» можно трактовать по-разному. Скорее всего, речь о плохом руководстве больницами. Из-за нехватки сотрудников там хирурги вынуждены были работать на 2,5 ставки, дежурить и оперировать по 20 часов в сутки. При этом переработки им не оплачивались как положено. Есть и другой вариант – маловероятный. Тагил – это пример для врачей по всей стране. Терпеть и молчать не нужно. И рвануть теперь может где угодно. Это, знаете, как нарыв на самой системе оплаты труда. Такая ситуация, она может возникнуть в любом регионе. Эта сама система, она не оправдала себя. Вот средняя эта заработная плата, она складывается из всех доходов. И для того, чтобы получить нормальную зарплату, нужно как минимум полторы ставки работать. Как минимум, да, чтобы она была за 70 хотя бы там тысяч, 70-80 тысяч. Чтобы получать такие деньги, хирургам приходится брать по полторы ставки, говорит Елена Чугаева. Всему виной кривая система оплаты труда. Оклад врача всего около 20 тысяч рублей. Остальное – стимулирующие выплаты за переработки и ночные дежурства. Вот и приходится вкалывать круглосуточно. Так управленцы в здравоохранении хитрят, чтобы выполнить поручение президента. В майских указах 2018 года он потребовал, чтобы врачи получали 200% от средней зарплаты в регионе. Но оптимизация, похоже, провалилась. Уже можно сделать однозначный вывод. Оптимизация медицины, которая проводилась в стране в последние годы, провалилась. Растет физическая и психологическая нагрузка на врачей. Количество бюрократии и различного вида отчетности в медицине увеличиваются многократно. А вот зарплаты медиков, несмотря на майский указ президента, в реальности расти и не думают. В профсоюзе краевых медработников видят выход. Ставку необходимо почти приравнять к зарплате. Тогда медики будут работать, как и положено, 8 часов. Это, считают они, повысит качество медицинской помощи, станет меньше врачебных ошибок из-за усталости. Желающих работать в больницах и поликлиниках в человеческих условиях тоже прибавится. Но в Краевом Минздраве ситуацию комментируют только красивыми цифрами. Чего они стоили врачам, статистика во внимание не берет. В среднем за 7 месяцев 2019 года зарплата по учреждениям здравоохранения под ведомственным министерством составила для врачей 81,5 тысячи рублей, для среднего медицинского персонала 41 тысяча 300. Средняя укомплектованность узкими специалистами в регионе порядка 60%. Красноярские врачи говорят, ситуация назревает уже 5 лет. При этом другого пути, кроме как уходить и искать работу в частных клиниках, у них почти нет. Ведь забастовки врачей прямо запрещены 413 статьей Трудового кодекса. Но случай в Тагиле запустил цепную реакцию. На днях заявления об увольнении написали все врачи-травматологи во главе с заведующим отделением из Центральной городской больницы Пятигорска. В учреждении пояснили, врачей не устроила система оплаты труда и нагрузки. Антон Попов, Степан Майер, Новости Прима.